Слушайте, я снимаю флот, который называется «Я покоряю Москву». И как бы сейчас съёмка идёт, и я не думаю, что это получится. Получится! Спасибо, милая. Сегодня вечером я пойду на вечернюю шуму. Москва — город лицемерных мгазей. Снова что-то произошло! Одна из самых тяжёлых вещей — осознавать то, что ты по большому счёту останешься один из многих. Так, я сейчас иду на открытый микрофон, где можно выиграть деньги. Вот, я вряд ли выиграю деньги, потому что я решил делать то, что мне нравится. Я могу рассказать свои старые шутки, но я не вижу в этом смысла. Мне будет скучно, мне будет неинтересно. Это будет фальш. Я обманывать людей буду, если я буду это делать. Поэтому уж лучше я буду делать плохо на то, что действительно хочу. Тогда я буду понимать, что я двигаюсь куда-то. Когда я ехал в Москву, один из основных страхов был то, что меня отпиздят из-за внешнего вида. Вот, хотите верьте, хотите нет, но здесь я на удивление обнаружил, что люди очень лояльно относятся друг к другу. Не потому, что такие добрые, а потому, что все очень заняты своим, все очень загружены и все очень закрыты. Отчасти, конечно же, для того, чтобы не отхватить пиздюлей. Марат, ты как человек, с которым я уже наладил более-менее личный... Да, с которым мы знакомы. Расскажи, пожалуйста, как ты сейчас здесь выступаешь? Я здесь выступаю, по-моему, третий раз. Вот, и здесь очень круто. Здесь круто? Как тебе публика к этому здесь? Здесь очень лояльная выучилика, очень классная. Поэтому я пробую сюда выступать. Здесь всегда можно заработать или на первый раз, когда они устраивают? Понимай, это первый. Первый? Да, обычно они варенье дают. Как ты оцениваешь свои шансы сегодня на выигрыш? Думаю, они у меня есть. Да? Да. А сюда входят какие иконики? Ну, хорошие. Очень хорошие, да. Просто бывают ребята из баттлов, из комедий-клуба, бывают ребята. Так что постоянно бывают стендапы. О, привет! Это ты был в стендап-клубе на большом открытом микрофоне. Ты не можешь, что я буду снимать? Я помню тебя. Сейчас идёт? Да, да, да. А когда-нибудь в камеру разукрашенный факт показывай? Нет, это первый раз. Я вставлю это в превью. Не разукрашенный. Так, скажи, пожалуйста, я просто... Как тебя зовут? Меня зовут Дима. Also known as motherfucking nigga. Слушай, ты что, рэпер? А, нет. Я похож на рэпера. Как давно ты выступаешь? Вот. Вот. Ну, я занимался до этого КВНом очень много. Сейчас вот ушёл в стендап, но лучше поставил в КВН. Но ты выглядишь как человек, который занимался КВНом. Ты слишком чистый и красивый для комика обычно. Сегодня будет Манимайк. Расскажи, пожалуйста, как вы выбираете победителя? Смотри, Манимайк для тех людей, у которых плохо с английским, для твоих зрителей. Имеется в виду, что это денежный микрофон. Мы выплачиваем лучшему комику денежный приз. В нашем случае это 3000. А определять лучшего мы даём зрителям, опубликовывая комиков в нашей группе и собирая лайки. Ааа, ты здесь первый раз ведёшь или всегда? Да, веду первый раз обычно ведёт. Обычно ведёт Роман Третьякова. Да, 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 вы знаете, кто это. Смотрите. Слушай, я сегодня хотел бы взять интервью Романа Третьякова. Я хотел бы поднять на этом хайп плот. Но его сегодня нету, поэтому не пройдите. Я тебе задам вопросы, которые ему задавали. Которые задаваешь Роман Третьякова, конечно, да. Что ж, скажи, пожалуйста, как тебе эти отношения с Берковой? Как она в постели? Я буду можно отвечать тоже, как бы отвечал Рома. Да, да. Но я никогда не стремился к такой популярности конюшке. Ааа, три минуты на выступление. Это чёртёвски мало, да? Очень мало, но 25 человек сегодня, поэтому 3 минуты. Если смешно, то 5, если не смешно, то отключится музыка. Если ты будешь рассказывать часовые истории про то, как сложно выступать, когда одни комики, отключится музыка, и ты уйдёшь сразу. Здорово, здорова. Видел твои фильмы? Смотрел. Нашумевший, да. Да, какие? Да. Ну, вот этот вот. Я еду покорять. Ты тоже покоряешь Москву? Я, да, я уже как бы покорил. Вот, Москва не далась, я в мутищу теперь. Да? Да, тогда на ногу. Когда я убираюсь обратно, я не знаю, но у меня на сколько хватит денег, они у меня кончаются. Ну, в общем, ну ты понял, что я снимаю, короче, для детей, которые там в регионах живут. Вот, я хочу всё заснять, как минимум все площадки там, ну всё такое. Ну, ты был, кстати, в Нарбате тогда уже? Да, да. Это было очень тяжело. Это была жесть. Ты там выступал? Да, я не дошёл до конца, меня убрали. Это была жесть просто. Очень-очень сложное место какое-то. Очень сложное место. Какое-то, это просто, это очень тяжело. Какое-то сложное место. Очень сложно, непонятно. Просто если выступить там охуенно, то я не знаю. Мне кажется, можно истить. Стать королём. В Москве? В Камеди Клаб сразу. Мы бы решили, так, ну, бляд, даже меня на Арбате засирали, я выступал отсюда. Ну, я желаю тебе удачи, Егор. Тебя тоже желаю. Удачи. Вот, и когда я шутил про эту машину, да, люди смеялись, помни про разный штраф 500 рублей. Я помню, да. Они смеялись, сделал на пальце, ну, что бы что. Ну, там, знаешь, как там был прикол, когда подаёшь экспрессивно, да, вот, какую-то эмоцию выдаёшь, они сразу понимают, что она смеется, и те хлопают и смеются. Когда ты там загоняешь шутку, они начинают тухнуть все, и, в общем, ну, это студенты, и их там не особо важно рассказывать. Главное просто показать себя уверенно. Смотрите, сейчас будут выходить ребята, ребята очень много сегодня, 25-6 человек. Все будут рассказывать свои шутки. Вы будете голосовать. Коля, который наберёт максимум, Лайфуд получит 3 тысячи рублей. Вот, 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 вот. Много-два-два года назад, естественно. Это те люди, которые через каждые 2-3 слова говорят «ебать». Да, те люди, которые «я пришёл, ебать», вот, «ебать». Он пришёл, мы с ним, ебать, вот, они пришли, ебать, вот. Я ему говорю, «ты егут штанюху? Ебать, ебать». А я пока подмечал, они шутки, я их выбираю. Так, Александр, только пол. Что ж, давайте пообщаемся, да? Честно говоря, я немного боялся, это первый раз будет. Обычно я рассказываю, но вы знаете, вы две мои фанатки, Полина и Андрей, вы знаете... Я ещё! Вы тоже? Да. Мы просто с вами курили на входе. Я думал к вам подкатить, но потом вышел менеджер и обнял вас курткой. Бывает. Так вот, вы, девчонки, две мои фанатки, самые большие, вы должны... Почему именно я? Скажите, пожалуйста, почему именно я выступала, 17 человек до меня, все выступали... Я сказала же, что я выйду, когда ты будешь выступать. А-а-а, я думал... Я обещание пишу. Я думал, ты вы... Мы все пообщаемся. Подожди, типа, а... Может, вы как, понимаете, как тебя зовут? Никак. Никак. Вот, блин... Да, мое имя! Да, подожди! Сынки, подожди, подожди! Я согласен! Давайте, хорошо, давайте начнем с... Она предлагает начать сначала, мы сейчас начнем с начала. А, кстати говоря, вот ты сейчас... Подожди, ну честно, как тебя зовут? Да, не бойся, я не буду шутить. Тихо! Николь, очень красивое имя. Николь говорит, типа... Николь говорит, давай начнем с начала. Она думает, что у меня есть какие-то шутки. Нет, Николь, именно так все будет происходить до конца. Это запланированная часть выступления. Это именно то, что я и хотела. Это на самом деле, знаете, что я приехала из Воронежа, вот. И некоторые люди... Тут выступал парень и говорит такой... Его объявили как приезжего, а он выходит и говорит, я из Кемерово. Ехал три часа, типа, такой, знаете, типа, с набором, типа, охренеть, ребята, я для вас чего сделаю. Короче, я приехала. Я приехал, чего говоришь? Я кемерово дальше в Москве, чем три часа. А почему ты не сказал это ему? А теперь... А теперь он выиграет... Теперь он выиграет... Теперь он выиграет три тысячи, потому что ты помолчал, потому что ты боишься общаться. Я заплачу тебе! Да замолчал уже! Просто потому что ты стеснительный, теперь какой-то человек несправедливо получит три тысячи, а я буду ночевать в Лужа. А спасибо, Москва! Спасибо! Очень страшно, на самом деле. Слушайте, короче, ты слушаешь? Да. Иначе я не буду с тобой встречаться, не будет слышать, не будет слышать. А, хорошо! Так вот, я приехал из ворожья, мне очень страшно, потому что... Давай, Сурик, правдив глаза. Вот сейчас сидите, и вот даже Гуран сказал, а, типа, это ребенок. Да, 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 я не скрываю, я не боюсь. На самом деле, я даже ни разу в жизни не на... Не-не-не-не-не. Все пошло. Я снимаю... Слушайте, я снимаю блог, который называется «Я покоряю Москву». Вот. И как бы сейчас съемка идет, и я не думаю, что это получится. Получится! Спасибо, Мила. Так вот, слушайте, сейчас будет шутка, единственная заготовленная шутка выступлений. Вы готовы? Слушайте, короче, ты слушаешь? Давай представь, типа я настоящий комик. Хорошо, а не комик. Эй, эй, эй. Я ребёнок, йоу, да? Эй. У вас когда-нибудь было такое, что вы ребёнок, да? Эй. Так вот, я даже ни разу на вписках на ночь не оставался. Серьёзно. Мне был, конечно, один случай, когда в 98-м у бабушкиной подруги был день рождения. И перестали ходить автобусы. И мы как только не резвились вообще, мы просто отрывались по полной. Мы гладили кошку вообще. Мы вспоминали юность. Мы слушали песни Магомаева. Представляете, Латаякова. Поливали герань. Это было шикарно. Это было вероятно. Вот этот человек решает. Он не решает часы у меня. А знаете, что он такое? Она здесь даже не работает. Когда мы стояли, курили у входа, я говорю, ой, вы, девушки, здесь работаете. Как часто у вас стендап? Она говорит, нет, я сверху на втором этаже. Иногда тут бизнес-ланч ем с вами. Это с дружим заведениями. И знаете, что ещё самое крутое? Хватит снимать всё. А я всё солью. Нет. Хочешь фотки покажите? С этим же самое забавное. То, что почему-то я из Воронежа, но у меня киевский акцент. Странная дерьмо. Странная дерьмо. Ладно, последняя шутка, ребята, последняя. Готовы? Эй, 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 ребят, йоу, йоу, йоу. У меня недавно девчонка призналась в любви ВКонтакте. Я немного погрустнел. Вы думаете, типа, это круто, когда признаются в любви, да? Но она решила сделать это переслодным сообщением. Всем спасибо большое! Это вас официанты Долгомо! Спасибо большое! Вы не рады, я публика! Это первая моя победа в Москве. Мы сейчас выступали в заведении Хитон. Вот он занял первое место пиздежом, не шуткой. Просто пиздежом. Вот. И мы сейчас едем в другое место, называется Бар Малевич. Там открытый микрофон. И они на афише открытого микрофона написали, что хедлайнером будет Артур Чапарян. О, боже! И мы сейчас с Варетом пришли в Малевич. Да. Хотели выступить, но нам сказали, что у них место. Я, причем, две недели пытаюсь тут выступить, и места постоянно нет. В общем, колоссальным успехом воспользуется тут в Артур Чапарян. Ну, здесь круто, да? Согласись, тут очень классная сцена. Расскажи, как впечатление от выигрыша. Сегодня выиграл. Ну, неплохо. Я как минимум поел. А правда, после выступления Гурам сказал, что я выступал, моё выступление было целиком симпровизировано, общался с людьми. И потом Гурам сказал, ну, на самом деле, таких людей не любят, потому что это жульничество в смысле. Люди в зале, им легче воспринять вот такое, чем, ну, допустим, шутки. Вот. И поэтому я думаю, что на подобных мероприятиях я больше не буду так делать, потому что, блядь. Потому что вот не хочу настраивать против себя всю Москву. Субтитры сделал DimaTorzok